Азатауз 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 Лютер Крепко ругался таким образом Почему? Почитайте биографию Лютеру Но описанную ни там не приукрашенную Написанную А как бы и его отдельные труды Он в свое время выступил На стороне немецких князей Против католической церкви И Лютер говорил В то время было Время крестьянских войн в Германии И он говорил что эту дрянь цитирую эту гадость имея ввиду крестьян надо давить резать и сжигать ибо они не достойны вообще называться людьми поднявшими как они сказали бы змеи подобные типа головы против своего начальства которые надо выжигать типа там железными то есть жути какая-то просто я я говорю но если не дословно то по крайней мере как бы то что он писал и не лютер это не отец церкви ближнего света не ближний еврей то и щаде играть такой дальнейшем вы понимаете то что родилось и стала подменной теологии поставила евреев вне закона то есть это было всегда то есть как бы церковь получила индульгенцию на уничтожение евреев как представители дьявола евреи знаете что рассказывает мой отец который был концентрация концентрационном лагере два с половиной года самое страшное это то что они немцы не ненавидели евреев у них не было специальной ненависти вот них вели на расстрел да они шутили с ними искренне совершенно рассказывали они уставшие были им надо было отвезти там группу евреев 50 человек на грузовике расстрелять и вернуться нормально совершенно они их не ненавидели вообще они к ним вообще не относились как к людям вот это было самое страшное вы понимаете то есть как бы вот есть люди есть евреи и поэтому даже нельзя было возразить перестаньте нас ненавидеть они их не ненавидели они их не относили к категории людей вообще то есть вообще но вы там пройдете в этом раздавите какого-то комара или муху но вы же не будете переживать из-за этого вот это было самое страшное к этому невозможно было апеллировать знаете когда вы меня ненавидите я могу сказать это стыдно вы должны любить но когда у вас нету никакой специальной ненависти они как бы пришли сделали свое дело вернулись и забыли про это благополучно это было самое страшное на самом деле то есть получается если формально христос еврей евреи для нас никто значит христос не ближний они говорят что христос был евреем но отказался от евреев смотрите на самом деле это та мысль от которой недалеко ушла современная церковь потому что еще раз говорю в тот момент когда еретически мы забываем что христос был не только богом но и человеком а мы относимся вот посмотрите во всех наших молитвах во всех наших разговорах мы к нему относимся конкретно как богу и это правда но мы абсолютно забываем в нашем разговорах о христе полностью выхолощенной на 99 процентов его человеческая составляющая то есть тот момент когда мы убрали из него еврейскую составляющие мы как бы сказали это не имеет никакого значения и для писания не для будущего не для иисуса ничего знаете к чему это приводит реакционно то есть как еврей на это реагирует это приводит вот к чему у меня есть друг один его мама она очень невежественная как бы она по вычитает с трудом даже по-русски не говоря на юриде она сказала так а она говорит на старенькая старенькая и уже она говорит я знаю знаю кто такой христос он родился евреем а потом стал русским она еврейка вы знаете вы знаете что дитями младенца и старика глаголе тисимо то каким образом христа представляют в церквях он на самом деле родился может быть и евреем но потом отказался от всего еврейского и стал русским я на самом деле ладно оставьте там как бы образ которым его рисуют понятно что он выглядит как славянин понятное дело но но ведь не только это все как бы его послание вся суть говорит о некем универсализме полностью от холода заклеймению позором всего еврейского он чуть ли не стыдится того что он родился евреем на один из отцов церкви говорил что господь ненавидит евреев сейчас даже больше чем всегда он ненавидел евреев всегда говорит этот один из самых известнейших отцов церкви я я позволю себе докончить он их ненавидел еще тогда когда он им дал обрезание чтобы унизить их он ненавидел там когда он им дал специальные законные еды все это было признано для того чтобы еще больше унизить их и сейчас отвержение их не не застала видно то есть как бы бог ненавидел евреев всегда и единственная цель его избрания евреев составил в том чтобы показать миру вот что будет со всяким знаете вот так будет со всяким кто предал родину вот понимаете вот вот это на самом деле была основополагающей доктрины христианства на протяжении тысячелетий реакция евреев она я не хочу оправдывать то есть каждый на самом деле отвечает лично за свое дело мы должны понять что очень часто вот так как евреи реагируют на христа они понимают что по куда деваться от этой истории вот этот человек о котором я говорил готовы преподавал у нас на кафедре университете на кафедре нового завета знаете вот у меня с ним был один интересного естественно знает что я верю в иисуса если бы очень интересный диалог и вне потому что вне как бы лекции и и и и он говорит это ему все это рассказываю о любви и христе это а он все прекрасно знает христианскую историю он профессором серьезно он смотрит на меня так вот и говорит ты мне скажи одну вещь мартин лютер твой брат или нет я понимаю что это как говорят на английский новый на кощин новый нс то есть это вопрос как бы я не ответил я проиграл если я ему скажу что мартин лютер не мой брат то я беру на себя как бы ответственно сказать типа что он не христианин и что я выступаю в роли иисуса христа что я не хочу потому что может мартин лютер покаялся если я ему говорю что мартин лютер мой брат это тоже как бы говорит ну все понятно о чем еще говорить вот к сожалению эта ситуация которая очень часто поставлены мы люди которые проповедуют евангелие иисуса христа евреям в израильском государстве очень трудно объяснить что иисус христос любит тебя когда тебе на встречу идет старушка с вытаторованным номером на руке а ей тогда было всего 7 лет и сказать себе что тот полицай который носил крест на шее его господь бог любит и он любит тебя и ты тоже должен стать христианином нет конечно мы можем тысячу раз говорить что настоящие христиане это не таковы но это в жизни других христиан никогда не видела это на ее глазах зажигали ее маму на глазах ее разорвали ее папу и сделали это во имя иисуса христа мой папа кстати рассказывает интересную вещь мой папа как бы вся спина в нога и как до сих пор 88 лет по ночам кричит мама рассказывать не бейте меня не бейте меня да мой папа говорит тут были два полицаев концлагеря на западной украине и они пьяные ходили часто и они отлавливали его а он прислуживал комендант лагеря поэтому они его не убивали но издеваться и издевались он был совсем пацан я пришли были 18 лет ему в сорок первом году крепкий пацан взяли во служение он говорит его раскладывали на скамейке один сидел в ногах а другой сидел здесь на шее у него как бы он держал его да и тот который сидел на ногах бил его палка вот почему у папы как бы все шрамы а тот который сидел на шее он как бы его так держал свешивался папа лежал лицом вниз и тот когда его бил вот тут вот за него тот держал так вот у него крест моего папа болтался перед глазами вот свешивался с шеи вы этим можете кричу что угодно и моему папе объясни что христос его любит когда он закопал своего папу маму которых убили соседи которые естественно ходили в церковь это не так просто это честно снова не так просто потому что представить себе через что прошли эти люди мы не можем все наши разговоры о том что мы понимаем мы не можем этого понять это в принципе понять нельзя я из друг ему сейчас уже под 90 это папин собственно друг у просто два года в ассенциями возле камер в которых сжигали трупы привозили из газовых камер знаете поток конверт день и ночь и там крематорий и и и сжигали вот эти детские телеца женщин детей разве мы можем себе представить что чувствует человек который два года день и ночь сжигал человеческие раздетые изможденные тела вот можем мы это себе представить не не можем чтобы мы не говорили можем говорить это наверное трудно но мы не можем этого понять что происходит с душой человека с его мозгами с его сердцем как она ожесточается поэтому нам остается самое лучшее что мы можем сделать с такими людьми это поступить подобно друзьям иова сидеть и молчать и слушать их и молчать когда ему говорю о господи кстати он мне даже не возражает говорит да 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 конечно конечно дорогие мои это очень трудно это невозможно понять я стою посреди этой камеры знаете в которой как бы тысячи людей травили посвенцами я стою взрослый мужик плачу мне кажется что камни кричат все представите это невозможно себе даже представить невозможно представить себе как самая цивилизованная нация в европе мы говорим о жизнь становится лучше человечество становится умнее разумнее добрее да неправда все это знаете каким образом известно что во время войны погибло шесть миллионов евреев это же уму непостижимо садь себе война немецкая нация министерство гестапо ответственное непосредственно за уничтожение евреев покупала билеты на каждую жертву которую она перевозила в вагонах у министерства транспорта и хранила все эти билеты для отчетности мы знаем сколько людей въехала в концентрационные лагеря потому что это была работа вписывался билет без плацкарты на одну голову которая или доезжала или не доезжала и если не доезжала его саживали то платили меньше это чудовищно вы понимаете это просто чудовищно когда людям даже это это были не люди это самое время они ходили в церкви любили своих жен детей комендант лагеря в котором был мой папа он так любил свою жену она так любила его что она проехала весь путь из германии жила с ним в этом же лагере а папа мой говорит когда он напивался он сидел просто стрелял по люди в лагере дорогие мы понять это невозможно это произошло не в первом веке нашей эры не втором это прошло в двадцатом веке в самой цивилизованной стране мира при молчаливом согласии всего остального мира и католической церкви и всего протестантского движения германии и чего угодно для меня это лакмусовая бумажка той полноты или плером и до которой дошла церковь так мне кажется кстати мы имеем то что имеем вместо евреев которые жили в европе большом количестве мы имеем там огромное количество мусульман сегодня это то самое благословение или его отсутствие который обещал господь бог имеем то что имеем так что история церковного антисемитизма она неоднозначно не однородно разные времена были разные люди по-разному относившиеся до их высказывания не всегда лютер сам не всегда однородный времен написания тезисов своих 95 знаменитых и позднее он был очень энтузиастичен по отношению к евреям он верил что они перестанут быть евреями и станут христианами как бы подтверждая лозунг инквизиции который говорил или ты еврей или христианин не оставляя выбора но это было вначале некоторые еврейские общины европы чуть ли не объявляли лютера миссию миссии потому что он требовал равноправия для евреев но мотивация его была очень странная он хотел чтобы они наконец-то перестали быть евреями чтобы они наконец-то стали христианами и он не верил что ты можешь оставаясь евреем быть христианином или или поэтому его задача была не столько преобразовать их христианство хотя выглядело таки вот как суков вести их от еврейства сам понимал что либо ты его деле были либо ты еврей или христианин здесь оставляешь еврейство обязательно должен пойти христианство это не то что как бы естественно было планом божий вот поэтому мы должны быть очень как быть чувствительны к проблемам историческом историческому наследию которые еврейского народа не так все просто не так все просто наша чувствительность и любовь должна выражаться в том что мы должны попытаться понять других людей других людей моя бабушка которая уже умерла и которая единственная осталась живая из его семейства ее брат значит изнасиливала и изнасиловали его жену немцы пришли в небольшой городок в котором они жили он забежал схватил винтовку и застрелил немца за что его привязали к двум танками на глазах как бы у всего семейства просто разорвали а заодно разорвали и продавили танками еще шестерых из всего семейства бабушке удалось как бы бежать она подвинулась не знаю ментальностью естественно вышла замуж потом навсегда я несколько помню она умерла восемьдесят седьмом году уже много лет назад как вы думаете может человек с этим жить как бы это же невозможно наше представление они же как бы не моя бабушка вспоминает еще погромы христианские дореволюционные напомню когда приходили петлюровцы она вспоминала когда она была молодой девушкой и они как бы шли после церкви воскресенье жрали водку а потом разбегались по еврейским хатам насиловали девушек а бабушка совсем была молодая находила белом пратье платье и и скинули знаете как или были христиане она других не видела не знала собственно как бы номинальных то христиан давайте согласимся в мире это все-таки большинство это именно те кто представляют христианство нравится нам это или или нет не говоря уже огромном количестве протестантизм который сочувствует вот таким номинальным христианам поэтому я думаю мы сделали еще одну лекцию на самом деле на самом деле не лекция это просто исповедь моей души когда мы проповедуем евангелие евреям даже тем которые агностикам даже тем которые не верят даже тем который подмазывается под страдание еврейского народа даже тем которые грешники закончены мы должны понимать что у них есть либо настоящий либо настоящая либо формальное оправдание тому почему они не принимают иисуса христа очень трудно объяснить человеку что нужно стать христианином если христиане формальные разорвали на куски его папу или маму мой папа до сих пор не может найти могилу где он похоронил свою маму и папу и все для меня это дедушка и бабушка которых я никогда не знал для него это мама и папа которые взрастили его мамочка папочка и все тут была 18 лет он пришел домой они мертвые на полу лежат оба соседи хопс пришли и убили почему убили ну жиды потому что и не немцы а местные христиане поэтому почему я все это говорю потому что самом деле когда мы подходим и говорим евреям покайтесь станьте христианами даже терминология неприемлема уже не искусным сердце и любить людей которые мы проповедуем вот на самом деле их любить тогда у нас есть шанс мы должны восстановить кредит доверия который был и который во втором главе деяния апостолов зафиксирован как церковь находился в любви у всего народа а у какого народа простите второй главе деяния апостолов лишь это еврейском народе потому что в вируссалиме другого народа не было да и церкви так кроме еврейской не было и тогда потому что они находились в любви господь ежедневно пролагал спасаемого церкви а сегодня мы должны признать что церковь не находится в любви ни у еврейского народа ни у какого другого народа по разным причинам оваль но на еврейте фактом есть как говорят поляки фактом является простая вещь что церковь не находится сегодня в любви у всего народа по ряду объективных и субъективных причин и наша цель должна быть восстановление от этого статуса кво который был основан с самого начала и который предполагал что на лучшей формой евангелизации будет моя собственная жизнь открыта и явленная другим в любви любовь кстати на иврите это не существительное а глагол важная вещь то есть инертно не глагол это глагольное существительное любление вот то есть как бы любовь которая не не реализуется а знаете вот тут большое чувство это не любовь с точки зрения этимологической иврита точно так же как и вера и надежда это глагольные существительные понравилась лекция вдохновились услышанным поддержите нас молитвой и финансами о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте 3w tv семинари точка Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...